Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Одна девушка спросила, как избавиться от муравьев на пионах, а не обгрызают цветы. Вот у меня тоже на пионах всегда муравьи во время цветения. Ой, извините. Но я где-то прочитала, что они не едят цветы. Вот видите мурашонок? Они просто приходят пить вот этот вкусный нектар, где-то там они добывают вот это вот что-то сладкое, и что они никакого вреда не приносят. И правда, я вот не замечала, чтобы пионы были после их нашествия обгрызанными. В статье было написано, что у них это ежегодная пивная вечеринка. Они специально ждут, когда пионы распустятся, именно почему-то пионы, и всегда приходят из года в год на цветки пионов, чтобы попить вот этот вот, не знаю, какой сладкий, дурманищий нектар этого цветка. Может быть в соке этого цветка есть что-то такое, что их притягивает, что им нравится. Не знаю, но обгрызанными пионы после этого не бывают, все они целые. Ну, конечно, муравьев море, особенно когда бутончики молодые, они прям все облепливают и как облизывают их, что ли, высаживают, ну как что-то там слизывают, пьют. Не знаю, я ничем не борюсь. Вот он, он мураш бегает по пиону, он побегает, побегает, напьется и уйдет. Но как обычно, как только пионы отцветают, становятся старыми, муравьи их сами покидают, все. Я ничего не делаю с этим, потому что если обрабатывать вообще все подряд, весь огород, это отравишь химией все свои, всю свою землю. Я стараюсь применять очень-очень редко обработку. И когда необходимо, например, когда капусту, чтобы не грызли там гусеницы или лук, чтобы черви не заводились, но пионы я не трогаю. Все, до свидания. До свидания.